Мур, привет друг, это Зверько. Неожиданно вырывается в мету Валир. Реворк не прошел для него бесследно. Высокая огневая мощь и вносимый контроль заставляют противников опасаться Валира. А реворкнутому персонажу нужен новый гайд. Что же, пойдем по навыкам. Первый навык, фаербол. Валир выстреливает шаром, который детонирует при попадании, нанося урон цели и ближайшим противникам, замедляя их. Что важно. В конце пути или после попадания оставляет на земле лужу лавы, которая тоже детонирует через секунду и тоже замедляет. Вроде банальный навык, имеет два стака и хитрую систему перезарядки. Первая перезарядка это между применениями и она всегда полторы секунды. Вторая это перезарядка стака и один заряд примерно 10 секунд. Но если ты фаерболом попадаешь по герою противника, то единица стака восстанавливается моментально. Это удобно в файтах и неудобно в чистке леса. Второй навык. Знакомая волна перед собой. Только сейчас она отталкивает сильнее. Полностью на край навыка и немного замедляет. Ульта. Ну тут уже повесили много разного. Навык работает как очищение от контроля. Ускорение одновременно. Кроме того усиливает первые два навыка. У алира появляется 4 заряда пламени вокруг него. Они увеличивают урон первых двух навыков аж на 50 процентов на третьем уровне навыка. Заряд тратится на каждый каст. У фаербола увеличивается область поражения и расстояние полета. У волны в конце пути появляется огненная стена, которая отлично работает с пассивкой. Стену можно пробежать насквозь, но она замедляет и наносит урон. Пассивка. Урон от навыков вызывает горение наподобие пылающего жезла. 0,6 процента от максимального здоровья противника трижды. Плюс при попадании по противнику на того накладывается знак огня. Три знака вызывают взрыв и оглушение. Взрыв наносит 8 процентов от максимальных хп цели, а оглушается цель на одну секунду. Но потом вокруг ног цели ты увидишь таймер. И пока он не закончится, цель нельзя будет оглушить пассивкой. Этот иммун, хотя это скорее толерантность, но не важно, длится 7 секунд. Что интересно, горение считается уроном от навыков и хорошо работает с палочкой гения. Что же в наличии? Встроенный предмет с поджогом, встроенное очищение и ускорение сразу. Ну и два навыка, один из которых контроль перемещением, а второй мощный урон. Если ты давно смотришь мой канал, то без труда соберешь из Валира вундервафлю, которая будет вносить кучу урона за выстрел. Поэтому я предлагаю веселый вариант через лютый поджог. В доп навыках берем огненный выстрел для максимальной упоротости или вспышку для комфортной игры. Эмблемы. Берем мага со вторым перком. Валир его легко активирует. Сборка. Обувь демона, поскольку Валир фасткастер или популярное название спамер. Ему будет не хватать маны. Сапоги помогут с этой проблемой, пусть и не полностью. Сразу берем мимолетное время. Ульта имбалансная, уже на первом уровне усиливает навыки на 30%. Пылающий жезл. Теперь на противнике будет 3 горения. Пассивка, пылающий жезл и после срабатывания перка эмблем. Волшебство. Порой противник, думая, что спасется, сгорит по дороге. Страшная вещь для жирных врагов. Жезл снежной королевы. Также настакивает замедление от горения, как бы это не было парадоксально. Он поможет попадать по героям и как можно чаще накидывать стан. Палочка гения. Вызывая горение, ты будешь снижать противнику маг защиту на 30 единиц, увеличивая как свой урон, так и урон союзников. Священный кристалл даст максимальный урон для комбинации. Ну что же, осталась тактика. Направление выбираешь любое, но лучше в паре с персонажем, имеющим контроль. Лез в соло можно забыть это очень долго. Единственный выход это тратить ульту на забор бафа. Крепы чистятся тоже достаточно долго, поскольку первый навык уходит в перезаряд. Но вот файты с противником самый шик. Если кто зазевается, ферст блат сделать достаточно легко. Главное уяснить. Первым навыкам нужно целиться и попадать. Осложняется это тем, что первый навык разбивается о крипов. Поэтому между тобой и целью не должно быть препятствий. И вот в этом нам помогут палочка гения, пылающий жезл и снежные королевы. Все три предмета увеличивают скорость бега и они у меня в сборке. До ульты удобно закидывать противника фаерболом и в случае чего отталкивать от себя. А после применения ульты отталкиваешь стеной и сразу кидаешь фаерболу. И если сделал все правильно, массовый стан обеспечен, поскольку остается лишь добавлять по кд первый навык. В сборке нету отхила и у самого валира нет гарантированного урона. Поэтому за хп и маной надо будет возвращаться на базу. Но с такой скоростью бега это небольшая проблема. Валир это маг для схваток и массовых боев. Главное не мешай союзникам своим отталкиванием. Оно наносит немного урона, а вот подставить союзников можешь. На этом все. Скоро будет гайд на эстаса, а комбинации Гассена еще снимаются. Если видео тебе понравилось, подпишись на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!